МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, уважаемые автовладельцы и автолюбители! Припозднились мы. Получается, что это первая передача в этом 2017 году. Пора. Давно пора начать 321-й выпуск программы «Автомобиль». Давай, Жень, заставочку погоняем. Площадки у торговых центров буквально по всей России потихоньку превращаются в тренировочные для любителей оттачивать свои водительские навыки. С одной стороны, суть этого явления понятна. Но вот с точки зрения безопасности, для окружающих. Ведь от ошибок дрифтеров никто не застрахован. Самые умелые, в кавычках, умудряются разбить машину на чистом асфальте и буквально на ровном месте. Хуже, когда оттачивание мастерства идет на дорогах общего пользования. Даже на КамАЗе. А чего, приятно подрифтить? А если ошибка? Вот поэтому нас радует такая картинка. Когда находятся люди, которые организуют автолюбителей и предоставляют площадку, где можно безопасно и себя показать, и на других посмотреть. И вот вам готовое соревнование по ралли-спринту. Конечно же, нам бы хотелось сделать полноценный репортаж об этих соревнованиях. Но для этого нам понадобится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, желательно 8 видеокамер, а нас с Женей двое. Поэтому давайте-ка поднимем сегодня такой интересный вопрос, который часто всплывает на просторах интернета, в том числе и на нашем канале. А какой привод лучше? Задний или передний? Наверное, кто-то скажет, полный лучше. Наверное, лучше, но это требует дополнительных затрат. А большинство владельцев не хотят на это идти и имеют моноприводный автомобиль. Вот давайте в рамках этих соревнований попробуем ответить на этот вопрос. Какой же привод лучше? Отметим, что организаторы, Юрий Нихаенко и его сын, профессиональные гонщики. Поэтому все по-взрослому. В том числе и разделение участников на классы. Для нашего сравнения мы возьмем, пожалуй, самый интересный. Спорт. Здесь около десятка участников, но 4 машины. По несколько человек в одной команде. Итак, автомобили. Volkswagen Golf 2, Renault Clio RS первого поколения, пятерка BMW в кузове E36, то есть притом двухдверка, то есть купе. И Lada Kalina. Ну что, для нашего сравнения нам нужна однозначно заднеприводная Бэха. А вот передний привод. Давайте представить Lada. Вот и посмотрим, кто быстрее в ледовых условиях. Однозначно, сравнение это очень условное. Ведь помимо разницы в приводе, очень много и других факторов. Один из главных, конечно, человеческий. На BMW питерская команда из трех человек. Данил, Ирина и Вячеслав. Мы договорились, что кто покажет лучший результат, того и возьмем в зачет. На Калинии Новгородец Иван Нихаенко. Любители раллийных гонок не впервой слышат это имя. Теперь несколько слов о машинах. В категории спорт, конечно, спортивный шип. 4,5 мм. Но на BMW покрышки Pirelli. А на Калинии Michelin. Вот вам и еще один фактор. Борьба шин. Какие лучшие? Моторы. На BMW неродная трехлитровая шестерка. М54. Ее сняли с X5. По паспорту 231 лошадиная сила. А в реале. Со слов участников, мотор сток. И по тюнингу ничего не делали. Более того, вероятно, часть лошадок убежала. Коробка передач тоже неродная от Е90. И важная деталь. Есть блокировка заднего дифференциала. Поднимем капот у Калины. Здесь 126-й вазовский мотор. И тюнинг во всей красе. В результате почти 200 лошадок. Все равно меньше, чем у Бэхи. Но Калина и полегче будет. Хотя понятно, что машины обе подготовлены для гонок. Каркасы безопасности – обязательная вещь. В общем, у нас набирается целая сумма противоречий для борьбы. Задний привод против переднего. Мишлен против Пирелли. Иван против... Данила Ирины Славы. Ну и заодно для обострения поединка. БМВ против Лады. И Питер против Великого Новгорода. Участники на старт. Но во избежание неприятностей машины поедут по очереди. Судьбу гонки будет решать секундомер. Начинают гости из Питера. Обратили внимание, как стартует задний привод? Здесь у БМВ должно быть преимущество. После старта прямая. Здесь разгон и на приличной скорости затяжная дуга. Очень опасна вторая часть этой шпильки. Машина срывается в занос. Главное, чтобы он был подконтрольный. Поэтому здесь скорость падает. Переборщишь, вылетишь. Перед связкой поворотов можно чуток подразогнаться. И пройти ее в легком дрифте. Вот казалось бы, что касается дрифта, то у заднеприводной машины должно быть преимущество в таких связках. Но не забываем. Нам нужно не скользить, а ехать. Поэтому глубокие провалы в скольжении идут в ущерб времени. Это еще одна затяжная дуга. Запоминайте, как дрифтит бомба. Сейчас будем сравнивать с Калиной. Это последняя связка поворотов. Впереди финиш. Итак, среднее время круга. Вообще их гонки было пять. Ну, нам достаточно одного. Одна минута тринадцать секунд. И это результат Вячеслава. Он оказался лучший в питерской тройке. Ну что, ладоводы. Болеем за Калину и Ивана. Поклонники баварцев, не расслабляйтесь. Ну, чисто субъективно, я не понял, у кого старт был лучше. Но главное впереди. Затяжная шпилька. Скорость приличная. Прислушайтесь к мотору, как Иван работает педалью газа. На выходе Ваня выставляет машину почти боком. И мне кажется, что на связке поворотов калимета идет быстрее. Вот, смотрите, очередная связка. И вроде бы лада задом вертит больше, но обратите внимание. Скольжение меньше. Передний привод тащит и позволяет смелее работать педалью газа. Для полноты картины немного пейзажа из кабины. Почувствуйте, каково за рулем. Эта трасса протяженностью примерно километр 800 метров. Очень скользко. Но скорость на прямых достигает порядка 140 километров в час. Итак, последняя дуга перед финишем. Посмотрим, как Иван пройдет связку поворотов. И главное, что покажет секундомер. И это победа. Ликуйте, ладоводы. Переднеприводная калина быстрее. Хотя, повторюсь, помним и об остальных многих факторах. Ну что же, спасибо организаторам соревнований за хорошие призы. Кстати, питерцы и в общем зачете оказались тоже вторыми. И тут важный комментарий. Ваню, сложно обогнать. На домашней трассе, как в Питер приезжает, мы его там обгодим. Вот вам и еще один фактор. Домашняя гонка. Иван-то ездил дома и знал трек, как свои пять пальцев. А вот для команды BMW это была новая и неизведанная трасса. Поэтому тот, кто недоволен результатом, может сказать, что все субъективно. Но одного не оспоришь. Сегодня ладоводы празднуют победу. Благодарим фирму АТТ-Сервис за организацию соревнований. Все желающие могут приехать и принять участие в гонках, притом на самых обычных, стандартных машинах. Любых. Подробности где и когда на страничке АТТ-Сервис ВКонтакте. Наш партнер по рубрике Погоняем Автомойка Бешеная Губка. Вот под конец ушедшего года, а именно 29 декабря, у мойки на улице Рабочей образовалось некое скопление машин. А эта губка проводила свой традиционный новогодний розыгрыш призов. Тот, кто не поленился заполнить купон, мог получить новогодний подарок. А те, кто не поленились и приехали в этот день, 100% стали обладателями призов. Такова традиция, которой мы, кстати, тоже приложили руки. Подарков было много. Притом были те, кому повезло дважды. Поэтому логичны такие слова. Ребята, приезжайте на мойку, очень хорошая мойка. Были и незапланированные бонусы. Например, вот за такое необычное свертывание купона. Эта семья Никитиных отличилась. Ну, получайте новогодний подарок. Несмотря на то, что прошедший год был трудным, и малый бизнес по-прежнему, я бы сказал, не живет, а выживает. Но вот находит силы, чтобы порадовать своих клиентов, и нас программу «Автомобиль» поддерживает. За что наша общая благодарность. Ну и мы приедем мыться. Тоже поддержим. Ну а теперь на очереди рубрика «Автоэксперт». А вы замечаете, как автопроизводители всячески огораживают нас от диагностики нашего же автомобиля? Ну, например. Бывалые помнят, как упраздняли вот этот прибор – вольтметр. Сейчас максимально упрощают контроль за температурой охлаждающей жидкости. А в иных моторах теперь даже масляного щупа нет. Зачем вам диагностика? Приезжайте на фирменный сервис. Так хотят автопроизводители. Ну, где-нибудь в Европе это прокатит. Но только не в России, особенно в регионах. Мы хотим контролировать и диагностировать как можно больше процессов, происходящих внутри автомобиля. Однако бортовые компьютеры, которыми оснащают массовые машины, по большому счету игрушки. Да и те далеко не у всех есть. Поэтому поговорим мы сегодня о более функциональных устройствах. И при этом продолжим знакомство с новинками на авторынке. А, впрочем, сам бренд, об устройствах которого и пойдет речь, отнюдь не является новинкой. Научно-производственное предприятие Orion производит автомобильную электронику с 1990 года. И каталог, как видим, обширный. Но наше знакомство с этой питерской электроникой ограничивалось лишь зарядными и пускозарядными устройствами. Нехитро, простенькие корпуса, исполнение. Но зато это реально рабочие аппараты по очень доступной цене. Чем и привлекают автовладельцев. И вот теперь бортовые компьютеры и диагностическое оборудование от Orion. Ну, давайте знакомиться. Притом, несколько коробочек возьмем для более близкого рассмотрения и подключения к машине. Итак, три цветные симпатичные коробочки. Притом, в двух. Устройство для диагностики автомобиля и в одной БК. Бортовой компьютер. Ну да по порядку. Вскроем, посмотрим, попробуем. А начнем вот с этого устройства со скромным названием адаптер. Притом, здесь беспроводное подключение, то есть по Wi-Fi. Это удобно. Кстати, упакован весьма бережно. Как видим, поролон. Ну, а выглядит наш адаптер вот так. На лицевой стороне мы видим три светодиода для контроля. Ну, а если развернуть, то здесь разъем для подключения по OBD2. Ну, давайте я все-таки буду по-русски говорить по OBD2. А это значит, что воткнуть этот адаптер мы сможем в самые различные автомобили. Разъем OBD2 в разных машинах находится и в разных местах. У Самары на центральной консоли внизу, закрыт крышкой. Как видим, подключение простейшее. Два светодиода говорят нам о том, что адаптер готов к работе. Вопрос. А где смотреть данные? Согласно инструкции, адаптер для айфонов, смартфонов, персональных компьютеров и ноутбуков. А мы законнектим его с нашим мобильным устройством на Андроиде. Для этого скачали и поставили программу OpenDiAC. Можно и другую, но у этой высокий рейтинг. Само подключение происходит автоматически. И то, что адаптер законнектился и начал передавать данные, мы видим по зеленому индикатору. Посмотрим, что он там напередавал. На экране фактически вся необходимая диагностика. Это первичная информация о номере блока, коде ЭБУ, программного обеспечения, дата прошивки и так далее. Однако интереснее посмотреть на параметры. Тут их множество. И температура охлаждающей жидкости, при том как на момент пуска мотора, так и на текущий. И тот самый вольтметр, и куда более глубокие данные. О температуре впускного воздуха, его массовом расходе, угол опережения зажигания. В общем, параметров уйма. Для спецов есть и каналы АЦП. Ну, мы не спецы. Но, зная некоторые цифры, например, нас насторожило напряжение на датчике массового расхода воздуха. 1,05 вольта. Это фактически предсмертное состояние датчика. Эксплуатировать пока можно, но скоро придется менять. А если засветится значок Check Engine? Тут тоже адаптер в помощь. У нас нашел три ошибки, хотя показал две. Запомните этот момент. Впрочем, эти ошибки уже в прошлом, так что можно их удалить, но мы пока не будем. Итого, за недорого получаем хорошую диагностику автомобиля. Более того, отметим, что адаптеров несколько видов. И если подключать к компьютеру или мобильнику, как мы, по проводу USB, то цена еще ниже. Переходим к следующей коробочке. Здесь у нас диагностический сканер. Считается, что это вещи дорогие, так как профессиональные. И вот тут у меня, что называется, разрыв мозга. Дело в том, что практически за пару тысяч рублей мы получаем профессиональный инструмент. Все прилично, обрезиненный корпус, необходимый функционал и инструкция с кодами ошибок. Вот интересно, у нас есть информация, что этот сканер только для иномарок. Однако, что я вижу? Шнурок для подключения по тому самому OBD-2. А это значит, что этот сканер должен узнать и нашу Самару. Попробуем. Сканер без проблем законнектился с ладой и сразу указал на ошибки. Притом, вот вам более профессиональная вещь. Как мы сказали, предыдущая диагностика только говорила, что три ошибки, а показывала две. И вот здесь мы определили, почему. Да просто две ошибки одинаковые. В общем, с ладами тоже работает. Отметим, что все данные на английском языке. Это свойственно профессиональным приборам. Подробно на информации останавливаться не будем, а итог такой. Профессиональный сканер за малые деньги. Итак, третья коробочка, пожалуй, самая интересная. БК. Бортовой компьютер. Ну, посмотрим. Помимо компьютера, здесь самый, кстати, большой комплект, мы видим все необходимое для подключения. Притом, вот эти два провода говорят о том, что мы можем подключить к машинам и без ЭБУ, электронного блока управления, то есть к старым, добрым карбюраторным машинам. Сам компьютер выглядит вот так. Притом, есть различные варианты дизайнов корпуса. Этого мы косимся чуть позже. У нас вариант универсальный, на присосочке она легко прикручивается. Здесь шарнир. И устанавливаем, куда нам нужно. Кого пугает такой большой комплект проводов, подключайте на СТО. Но прилагается хорошая инструкция, поэтому мы попробуем сами. Итак, берем черную коробку, это модуль связи с ЭБУ и сам компьютер. Соединим их. Для этого в комплекте есть шнур USB. Теперь вот эта интересная связка. Здесь два провода с датчиками температуры. Наш компьютер будет показывать ее, как в салоне, так и на улице. Синий провод. Это плюс. Подключаем его, например, к замку зажигания. А розовый провод. Это бак. Будем по литрам отслеживать количество топлива в баке. И теперь осталось подсоединить модуль к автомобилю. Уже в знакомый нам разъем OBD2. И... наш компьютер ожил. Вот теперь любопытно посмотреть. Меню несложное. Можем отслеживать параметры, посмотреть статистику и даже графики с диагностикой. Неплохо. Итак, параметры. В настройке их много. Но из этого списка на монитор можно вывести именно те, которые нас интересуют. Показываются они вот в таком понятном виде. Притом, можно выводить по одному параметру, по два и даже по четыре. Более того, кого не устраивает монохромный монитор и готовы заплатить больше? Вот вам версия БК с цветным дисплеем. И здесь, кстати, можно выводить уже шесть различных параметров одновременно. Честно говоря, цветной монитор гораздо приятнее в общении. Однако, БК с монохромным экраном доступнее по цене, и поэтому многие выберут именно эту версию. Красота, конечно, великая сила, но функционал в целом одинаковый. А это главное. И вот в процессе этого теста Лада нам словно подыграла. Мотор затроил. Ну-ка посмотрим диагностику. Так, знакомые уже две ошибки и новое сообщение. Смесь бедная. Ну что же, я, пожалуй, закреплю нашего помощника вот здесь. И попутно пожелания разработчикам. Пока компьютер был в руках, то туговатые кнопки были простительны. Но после крепежа на стекле хочется все-таки более мягкого нажатия. Вот теперь рассмотрим другие варианты крепления. Ведь у той же Самары есть специальное пустующее место для этого. Закрыта заглушка, и там вся нужная проводка для подключения. А еще есть слот ДИН, он у нас занят магнитолой. Что скажешь на это, производитель? Ответы на этот вопрос есть. Версия БК для штатного места в Самаре. Прямо скажем, дизайн корпуса на порядок симпатичнее. Кстати, кнопки и здесь туговаты, но при таком креплении уже не критично. А функционал и меню все то же самое. А вот так выглядит универсальный корпус для слота ДИН, там где магнитола. А вот как выглядит БК для штатного места вазовских машин 10-го семейства. Кстати, графика здесь другая. А вот так более скромно выглядит вариант под штатное место в Шевроле Ниве. Есть и такие универсальные модели. В первую очередь они заинтересуют владельцев карбюраторных машин. Хотя мы использовали такой компьютер на нашей инжекторной Тойоте, необходимо было дополнить примитивный штатный компьютер. Ну что же, подведем итог. Бортовой компьютер – вещь нужная. Такой функционал, как у БК Орион, даже близко не дают штатные автомобильные компьютеры. Для тех, кто хочет больше контроля и диагностики над своим автомобилем. Отметим, что сеть магазинов Автомир является официальным партнером питерской фирмы Орион. И поэтому очень грамотно и удобно представила их автоэлектронику на фирменном стенде. Можно посмотреть и полазить по менюшкам. Ну и подзаной из программы рубрика «За безопасность на дорогах». Сегодня мы вновь вернемся к термину, который появился в прошлом году – опасное вождение. Официально под ним понимается – неоднократное совершение одного или нескольких, следующих друг за другом действий, связанных с нарушением ПДД. И подробно мы рассматривали шашечников. А сегодня остановимся на другом и, кстати, довольно часто встречающемся типе нарушения. Итак, догоняем попутную машину и идем на обгон. Однако обгоняемый добавляет газу. Таким образом имеем классику жанра под названием «препятствие обгону». Как такое действие трактует правила дорожного движения? Послушаем преподавателя. Согласно пункту 11.3 водитель обгоняемого транспортного средства не должен препятствовать обгону путем повышения скорости движения или какими-либо иными действиями. Требования правил логичны. Дай обогнать, если тебя обгоняют. Ведь обгон крайне опасное действие. Одно неверное движение и достанется всем. Вот еще одна любопытная и распространенная ситуация. Идет опережение. Но полоса для этого скоро закончится. А водитель фьюжина решил показать, что у него мотор мощнее. Ну и что делать двенашки? Скоро встречка. А если пугануть? Я не оправдываю водителя лады, но это было классическое препятствие опережению. Как там в народе, в миро яму другому, сам в нее попадешь. Вот еще частая ситуация. Трасса. Водители идут, например, на одинаковой скорости, но впереди сужение. Шкода снижает скорость. Затем вновь расширение дороги, и здесь водитель начинает ускорение. Но позади едущий пошел на опережение. Вот в таких ситуациях. Дайте себя опередить, а тем более обогнать. Даже если потом планируете ехать быстрее обгоняющего. Вообще, избегайте ситуаций, которым в народе уже дали, возможно, грубое, но меткое название. Два дебила – это сила. Такие конфликты часто получаются, когда два водителя на трассе держат примерно одинаковую скорость, а потом начинают меряться машинами. Сейчас опять пойдет. Кстати, о меряться машинами. Вот тоже нередкий случай, когда какую-нибудь премиальную марку здесь имеем Порше. Обгоняет, ну скажем так, не премиальная. И вдруг поршевода заедает самолюбие, и он нажимает на газ. Вот таким нарушителям следует помнить, что обгон – сам по себе опасный маневр. А препятствовать ему – это подвергать еще большему риску, притом всех. Еще одно показательное видео, и здесь целый набор нарушений. Итак, светофор. На старт, внимание, загорается зеленый марш. Полный привод вырывается вперед. Однако ликовушка хороша, продолжает ускоряться, идет на опережение. Но не тут-то было. Таким образом, имеем препятствия обгону, затем непонятное торможение, попытка к перестроению, в общем, термин «опасное вождение» во всей красе. Вот за такие дела готовимся платить штраф в размере 5000 рублей. Все идет к тому, что законодательно эту меру наказания все-таки примут. И по делам. Потому что препятствия обгону, вот с моей личной точки зрения, это комплекс. Комплекс слабости. И некое утешение своего эго-самолюбия. И заканчивается оно зачастую трагическими последствиями. Не только для самолюбца, но и окружающих. Не поддавайтесь своим комплексам. За ними может стоять смерть. На этом закончим видеоурок от автошколы «Водитель плюс». Февраль – это очень интересное время для того, чтобы научиться управлять автомобилем при различных погодных условиях. Приходите учиться. По-прежнему медкомиссия в подарок, а еще индивидуальное обучение от 2000 рублей в месяц. Подробности по телефону. Вот и подошел к концу 321 выпуск программы «Автомобиль». Оценивайте его, желательно вот так. Нам это важно. Жень, вырубай шарманку. Мотор орёк для нас звучит, как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно нам? Шоссе полоска узкая. До запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили. Буква на все. Заполодили. Там, где вековая, лежал. Там, где вековая, лежал.